Всем привет! Сегодня предлагаю вам рецепт очень вкусного шоколадного торта на сковороде. Этот рецепт даже подойдет на любой праздник. Готовим крем. Берем 3 яйца, 100-130 грамм сахара, щепотку соли, ванилин по вкусу и перемешиваем все венчиком. Всыпаем 75 грамм муки, еще раз все перемешаем, чтобы не было комочков. И вливаем 750 миллилитров молока. Вливаем по чуть-чуть, каждый раз перемешиваем. Ставим все на огонь. Варим до загустения, примерно 10-15 минут. Постоянно помешиваем, чтобы крем не подгорел. Когда крем загустел, добавляем 150 грамм черного шоколада и растапливаем. По желанию можно добавить сливочное масло. Я обошлась без него. Полностью остужаем. Закрываем пленкой в контакт, чтобы крем не обветрился. Готовим коржи. 300 миллилитров теплого кефира. Добавляем туда полторы чайные ложки соды. И оставляем на 5 минут. Далее 3 яйца. Смешиваем с сахаром. Сахар нам понадобится 120-150 грамм. Отдельно растворяем 4 столовые ложки какао. 90 миллилитров горячей воды. Перемешиваем. И потихоньку вливаем в яичную смесь. Еще раз все перемешали. Вливаем 120 грамм растопленного сливочного масла. И кефир с содой. Все хорошо перемешиваем. Теперь на очереди мука. 230 грамм. Я добавляю муку частями. И каждый раз перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно быть однородным. Тесто готово. Принимаемся жарить коржи. Сковорода у меня 22 сантиметра. Жарим тонкие коржи. Можно под крышкой. С двух сторон. Выкладываем остужать на пергамент. Все коржи полностью остужаем. Вырезаем все лишнее. Я делаю это с помощью кондитерского кольца. Можно с помощью тарелки. Остатки нам пригодятся для обсыпки торта. Теперь, когда коржи все выровнены, можно собирать торт. Так же делаю это с помощью кондитерского кольца. Это удобно. Торт становится ровным и красивым. Крем я поместила в кондитерский мешок. Так удобнее его наносить. Но это не обязательно. Можно и ложку. И собираем торт, как обычно. Корж-крем, корж-крем. И так пока все не закончится. Остатки измельчаем. И обсыпаем ими торт. Крема, чтобы обмазать торт, у меня не хватило. Видимо, много я потратила на прослойку. Можете добавить немножко крема. Но, в принципе, мне и так вполне устроило. Убираем в холодильник на ночь. И без обмазки он получился довольно аппетитный и интересный. Посмотрите, какой классный. Очень нам всем понравился. Рекомендую. Меня даже попросили его приготовить на день рождения. Моей подружке. Так он ей понравился. Понравился рецепт? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!